Пять лет колонии общего режима. Такой ценой придется поплатиться 48-летнему жителю Саранска за радость от неожиданной находки. Пролетарский районный суд признал мужчину виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Подсудимый уже был тесно знаком с запрещенными веществами, так как являлся потребителем. И когда он обнаружил дикорастущую куноплю, не смог устоять. Следствием установлено, в октябре прошлого года осужденный в одном из районов города нарвал несколько кустов дикорастущей конопли. В своей квартире он высушил наркосодержащие растения и в измельченном виде хранил для собственного употребления. По словам мужчины, придавать приготовленный собственными руками наркотик он не собирался. Но одному из знакомых отказать не мог и угостил его марихуаной. 1 декабря 2021 года к подсудимому обратился его знакомый, также являющийся потребителем наркотических средств, с просьбой о предоставлении ему на безвозмездной основе наркотического средства марихуаны для личного употребления. Согласно достигнутой договоренности, подсудимый передал знакомому наркотическое средство массой не менее 2,1 грамма, а остатки продолжил хранить в своем жилище. Эта щедрость со стороны подсудимого стала роковой ошибкой. Употребить угощение знакомый не успел. В этот же день его задержали полицейские, и наркотическое средство было изъято. А спустя пару дней сотрудники правоохранительных органов нагрянули к подсудимому. В его квартире в ходе обыска было найдено более 382 граммов марихуаны, расфасованной по пяти пакетикам. Приговором Пролетарского районного суда города Саранской республики Мордовия от 12 июля 2022 года мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных в честью 1 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в честью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. И по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ему определено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Дарья Боргова, Александр Зюзяев, программа «Происшествия».